В эфире Сыскное дело в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях, ведомственных проверках, громких судебных делах и подведем криминальные итоги недели. Алина Чемерес. Здравствуйте! Алина Чемерес. Также подсудимый возместит потерпевший материальный ущерб и моральный вред на общую сумму 225 тысяч рублей. Это решение вынес Советский районный суд Самары. Напомним, 9 октября прошлого года злоумышленник ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, а затем затащил в здание заброшенного морга, где изнасиловал и ограбил. Адвокат Евгения Самсонника говорит, что его подзащитный не согласен со строгостью приговора и собирается его обжаловать. С данным решением мой подзащитный не согласен. Считает, что его строго наказали. Кроме того, он не согласен с квалификацией данного приговора. На момент совершения преступления он не знал и не предполагал, что потерпевший является несовершеннолетним. Им сверху видно все. За теми, кто нарушает правила охоты, следят с вертолета. В рейд по угодиям вышли сотрудники Росгвардии и Департамент охоты и рыболовства. В 2017 году это первая проверка с воздуха. Из полутора десятков человек нарушителями оказались двое. Что ждет недобросовестных охотников, теперь знает и наша съемочная группа. Не волшебники и не в голубом вертолете, но появляются внезапно. Едва солнце выходит из-за горизонта, пилот заводит двигатель. На борту сотрудники Департамента охоты и рыболовства, Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и бойцы СОБРа. Сегодня вылетают в область проверять, соблюдают ли закон охотники. Первого из них замечают спустя несколько минут. В январе завершился сезон охоты на кабана. Сейчас добывать можно только лису и зайца. Затем, чтобы все правила соблюдались, следят егери. Они регулярно патрулируют угодия. У меня есть камера. Снять на камеру. В первую очередь снимаешь на камеру. Если один без камеры, ничего не делаешь. Должна быть в виде съемки. Боятся немножко. Все уже меньше как-то ждут вертолета, особенно в выходные. Это помогает здорово. Сегодня желающих поохотится много. Вертолет снова садится. Андрей Нурматов возвращается с добычи. Пострелил зайца. По правилам, каждое добытое животное нужно отмечать в документах. Охотникам дается норма на сезон. Превышать ее нельзя. Андрей отметку не поставил. Теперь ему выписывают протокол. Мужчина говорит, заяц в этом году первый. Еще два. По норме три штуки за сезон. А почему отметочку-то не поставили? А потому что ручки нет у меня с собой. Под особым контролем силовиков и сотрудников департамента охоты люди на снегоходах. Говорят, этот вид транспорта обычно используют браконьеры. Охотников на снегоходах заметили с воздуха. Вертолет приседелся в Бочебрушевском районе. По закону, этот вид транспорта можно использовать только для того, чтобы добраться до места охоты. Стрелять на него ходить уже и в стенок. За стрельбу по животным со снегохода нарушителям грозит уголовная ответственность. У этой компании ничего подозрительного проверяющие не нашли. Обнаружили только одно нарушение. Охотник перевозил ружье в заряженном виде. Оружие до момента охоты должно быть разряжено для исключения случаев травматизма, нанесения травм, увечья. За нарушение правил транспортировки оружия у владельца могут конфисковать. В прошлом году сотрудники Росгвардии выезжали с проверкой в места охоты почти 200 раз. Совместно с представителями департамента охоты и рыболовства выявили свыше 80 нарушений. Изъяли 4 единицы оружия, троих человек лишили право на добычу дичи. Рейды с привлечением бойцов СОБРа и авиаотряда в Росгвардии планируют проводить и далее. И это касается не только незаконной охоты. Говорят, когда сверху видно все, за порядком следить проще. Пожар в Красноглинском районе Самары уничтожил автосервис и кафе. Все случилось ранним утром в пятницу. Пламя быстро охватило постройки. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Работу спасателям усложняло то, что стены автосервиса были сделаны из легко воспламеняющихся материалов. В ходе тушения пожарные вытащили из здания несколько газовых баллонов, из-за которых мог случиться взрыв. В одном из гаражей в момент пожара находился автомобиль. Его удалось эвакуировать. Неизвестно, были ли в сервисе другие машины. По предварительной информации, люди не пострадали. Причины пожара устанавливаются. В пятницу в Самаре вспоминали страшную трагедию. 10 февраля, 18 лет назад, сильнейший пожар уничтожил здание областного управления внутренних дел. На рабочих местах в тот момент находились почти все его сотрудники. В итоге 57 погибших и более 300 пострадавших. Хронику событий того рокового дня. Восстановила Валерия Макарова. Потом следователи установят, пожар начался в 75 кабинете на втором этаже из-за брошенного окурка. Небольшое с начала возгорания пытались потушить своими силами, но безуспешно. Вспыхнули деревянные перекрытия и вскоре горел уже весь дом. Люди на верхних этажах оказались отрезаны от выходов, а их в огромном здании было всего два. Анна Красова уцелела чудом. Незадолго до трагедии отпросилась встретить дочку из школы и обратно уже не зашла. Здание окружили пожарные, спасатели и медики. Скорые уже машины, и я наших девочек искала, и вот так вот заглядываю, говорю, господи, что же привезли, я говорю, мешки что ли какие-то с картошкой, уголь что ли тут был. А это были первые трупы. Единственное, что можно было по сапогам определить, что это были женщины. Те, кто мог, спасался через окна, но на многих были решетки. Пожарные лестницы не доставали до верхних этажей. Чтобы покинуть здание, некоторые скручивали канаты из штор или просто выпрыгивали из окон. У нас спецназ уиновский, без команды, побил сбор, и все прибыли в спецназ. А понимаете, спецназ ложился живым, на землю рожился, и люди прыгали на него. Бывало, что к некоторым они жизнь спасти. Трое суток почти без сна провел на том пожаре Виктор Вадиленович Шейн, сначала спасая людей из горящего здания, а потом разбирая обломки. Начальник противопожарной службы сам вывел 15 человек. Там же получил два перелома, черепно-мозговую травму, а после представлен в государственной награде за спасение людей, как и многие его коллеги. Так люди все рвались, потому что трагедия наших товарищей, наших друзей, всех это было, конечно, тяжело. После пожара крыши все перекрытия рухнули, здание решено было снести. И на его месте появился мемориальный комплекс часовней. Каждый год здесь собираются родные, близкие и друзья погибших. К вечному огню возлагают цветы и вспоминают коллег. Брат против брата. Судебные приставы помогли Самарцу попасть в собственный дом. Больше месяца мужчину держали за порогом родная мать и младший брат. Он обратился за помощью и по решению суда его заселили в квартиру, вопреки протестам родственников. В том, что в этой истории с человеческой точки зрения не все, а так однозначно, на месте события убедился Сергей Ромашов. Настоящая семейная драма развернулась в доме номер 14 по улице Клинической. Родственники Артема Мамата превратили квартиру в неприступную крепость и полтора месяца держали мужчину за порогом. Он не может элементарно попасть в квартиру, где он зарегистрирован с 80-х годов. Потому что его мать, его брат просто его не пускают. Мало того, они еще подали иск, чтобы его вообще выписать на улицу и сделать бомжом. Чтобы не пополнить ряды бездомных и добиться справедливости, Артем обратился за помощью. По заявлению мужчины провели расследование и выяснили, что его требования на жилплощадь законны. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено два исполнительных производства в отношении должников, которые проживают в одной квартире. По решению суда, родственников Артема обязали передать ему дубликат ключей от квартиры, но они отказались исполнять это требование. Тогда в бой пошли приставы. Входную дверь им никто не открыл, поэтому Артем Мамат начал резать ее болгаркой. В этот момент в подъезд зашел его младший брат. Вы сейчас нарушаете закон? Мне кажется, сейчас вы нарушаете закон. Это все по закону. Что по закону? Какое исполнение решения? Какое исполнение решения суда? Нет, не решение суда. Там говорится о том, что нужно... Передать ключи. Я ключи готов передать. После долгих споров младший брат Артем Мамата передал ему ключи и владелец смог попасть домой. Оказалось, что все это время его мать была внутри. Причины конфликта в семье остались нераскрыты. Однако женщина кое-что рассказала. Он бьет с тобой с меня. Бьет он? Да, есть уже статья. Приставы составили акт о вселении взыскателя. Таким образом, решение суда было исполнено. Но, кажется, точку в этой истории ставить рано. И скоро уже родственники Артема будут писать заявление в правоохранительные органы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова